Мощный жест солидарности США за несколько дней до годовщины российского вторжения в Украину. Джо Байден плечом к плечу с Владимиром Зеленским в Киеве, в то время как Россия усиливает атаки вдоль линии фронта. Американский президент впервые посетил Киев в качестве главы государства. Он встретился с украинским коллегой, сообщил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов и анонсировал новые антироссийские санкции. Эта неспровокована и злочинная российская война против Украины, всей Европы и демократичного мира должна закончиться очищением всей украинской земли от окупации России и твердыми гарантиями долготривалости безопасности как нашей страны, так и всей Европы и всего мира. О поездке Байдена в Киев не объявлялось. Ранее сообщалось, что он с 20 по 22 февраля побывает в Польше. При этом в Белом доме отрицали планы посещения президентом США Украины. Поставки Китаем оружия России для ее наступления в Украине станут красной чертой для Евросоюза, предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на полях встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Перед началом встречи Боррель заявил, что высокопоставленный китайский дипломат Ван И заверил его в том, что Пекин не будет поставлять оружие РФ. Я инистративов, который мыardим в русском, и объяснили, что мы, инистративное сопротивление с Украинским, инистративное наше двое, инистративное подравление с Украиной. Официальный Пекин в понедельник также отверг вероятность того, что рассматривает поставлять оружие России. Как о том ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкин перед встречей с президентом Турции. Инфляция достигла в Евросоюзе самого высокого уровня за последние десятилетия. И почти каждый его житель заметил, как все подорожало в супермаркетах. Но не все заметили то, что называется усадочной инфляцией, когда производители и продавцы уменьшают размер своих продуктов, сохраняя прежнюю цену или слегка ее повышая. Это называется шрингфляция. От английского слова «шринг», что значит «сжимать, уменьшать». Лишь вопрос времени, когда в коробку для дюжин яиц будут вкладывать 11, оставляя одну ячейку пустой. Такие случаи отслеживает представитель Ассоциации потребителей Нидерландов Джойс Донат. Это 1,5 мл. до 600 мл. И это пиаза не только в 10 мл. Такая большая проблема. Это пиаза не только в 5-мл. до 3-мл. И это пиаза не только в 40 мл. И это пиаза не только в 4-мл. Потребители сообщают ассоциации, что порция мороженого стала меньше или что в плитке шоколада прежнего размера появились воздушные пузыри. Шринкфляция или практика сжатия не является незаконной, но голландские покупатели ею недовольны. Часть проблемы заключается в том, что производители и супермаркеты винят в усадочной инфляции друг друга. Ни одна из этих сторон не берет на себя ответственность. Благодаря компании за здоровое питание стало меньше рекламы гигантских порций, но на ценах это почти не сказалось. Как защититься от шринкфляции? Как показал недавний опрос в нескольких странах ЕС, 80% людей считают, что компании пользуются инфляцией для увеличения своей прибыли. И поскольку кризис стоимости жизни продолжается, это недоверие скорее всего только усилится. Между тем, за уменьшением размеров продуктов все больше поспевает рост цен. Через год после начала российского вторжения многие украинцы ощущают эмоциональное истощение. По данным Киева, более 60% солдат страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Около половины населения нуждаются в психологической помощи. При этом оказать помощь в настоящее время власти могут лишь третье население. Отделение психиатрии во Львовской областной клинической больнице открылось вскоре после начала войны. С апреля здесь получили помощь более тысячи пациентов. 6 месяцев назад я не скажу вам ничего, потому что мы все еще учились. Немного месяца назад я начал понимать, что люди должны знать, что кто-то будет помогать. Одна из задач специалистов – объяснить пациентам, что несмотря на войну, надо продолжать жить. Там померли родственники, там померли соседи, там пішел твой друг в армію. Не знаю, да, 11 листопада деокупация пройшла, але там щодня, щодня. Но не просто продолжать жить в городе, где, как в Изюме, разрушены 80% зданий. 49 дней спустя судно Ocean Viking вновь доставило мигрантов в порт Равене. Благодаря предыдущему опыту операция по приему была развернута быстро и эффективно. Глава региона Эмилия Романия Стефана Боначини также приветствовал судно Ocean Viking, выразив при этом озабоченность позиции Европы в отношении системы перераспределения. Глава Иванова Сотрудники итальянских неправительственных организаций обеспокоены новым указом властей и опасаются ограничения работы гуманитарных спасательных судов. Сотрудники итальянских, которые были спасены в международных водах у побережья Ливии. 58 из них подростки без сопровождения взрослых. После первоначального приема в регионе Эмилья Романья ими займутся национальные структуры. Несколько тысяч протестующих вышли на митинг столицы Молдавии в воскресенье на фоне кризиса стоимости жизни и стремительного роста инфляции. Они призывают западное правительство страны помочь гражданам покрыть счета за отопление в зимнее время. Акция протеста была организована недавно созданным движением за народ при поддержке членов дружественной России партии ШОР. Она занимает шесть кресел в 101-местном законодательном органе бывшей Советской Республики. Некоторые демонстранты призывали президента страны Майю Санду уйти в отставку. Другие держали плакаты с фотографиями некоторых лидеров и политиков в Молдавии рядом с большими домами и модными автомобилями. Ранее президент Майя Санду рассказала о, по ее словам, предполагаемом вмешательстве со стороны Москвы с тем, чтобы свергнуть молдавское правительство, заставить страну сойти с курса присоединения к Евросоюзу и вернуть ее под российский контроль. В Кремле категорически отвергли ее претензии. Весенние ливни вызвали наводнение и оползни в северных районах Румынии. Часть трассы, которая соединяет города Родна и Мегура-Ильвей в провинции Бистрец-Эн-Эс-Эуд, повреждена на протяжении сотни метров. Два года назад в строительство этой дороги были вложены 2 миллиона евро из фондов Евросоюза. Из-за проливных дождей многие реки в этом районе вышли из берегов и затопили дома и сельхозугодья. Железнодорожное движение также было нарушено. На Западном фронте «Бесперемен», снятая на немецком языке компанией Netflix, экранизация классики Эриха Марии Ремарка собрала 7 наград на воскресной церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств «Бафта». Антимилитаристская картина Эдварда Бергера была номинирована в 14 категориях. И удостоилась награды в главных из них, как лучший фильм и за лучшую режиссуру. Австралийская звезда Кейт Бланшетт получила «Бафта» как лучшая актриса за роль безжалостной дирижерши в фильме «Тар».